Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа Выводы и я, Виктория Лобецкая Очередная рабочая неделя миновала, отметившись самыми разнообразными событиями О самых значимых и заметных расскажем прямо сейчас И вот, что вы узнаете в первой части программы Вести из зоны СВО Очередной визит главы региона, встречи с бойцами и телемост с родными До находки минуа населенные пункты Шкотовского района Новая дорога открыта в Приморье Форум в Питере и ярмарка в Харбине Не обособленный российский экономический суверенитет На минувшей неделе глава региона побывал на позициях приморских бойцов в зоне СВО В очередной раз, и это уже норма для приморского губернатора Скажу больше, принципиальная позиция Первый такой визит состоялся в апреле прошлого года На этот раз Олег Кожемяков побывал в расположении отрядов «Тигр» и «Барс» Пообщался с военнослужащими и передал спецоборудование и технику Такая поддержка бесспорно своевременная, учитывая то, что украинские боевики готовят контрнаступление Далее покажем, как это было, а еще на линии фронта работала наша съемочная группа Мы организовали для бойцов отряда «Тигр» видеомост с родными Посмотреть, как приморские бойцы обустраивают свой быт на линии фронта Глава региона приезжает не первый раз Здесь воюют наши, в том числе и из Арсеньева Обустроить быт помогла регулярная помощь из родного края Приморцы встретились с главой региона на привале Уважаемые арсеньевцы, я вас приветствую Я из города Арсеньева Всем передаю привет своим родственникам, близким Всем своим коллегам с завода «Прогресс» Мы воюем, трудимся Победа будет за нами В блиндажах даже дышится по-особенному Как дома Десятки вагонов, пиломатериалов для этих целей Нашим военным предоставили приморские лесопромышленники Это существенная поддержка приморцам, участвующим в СВО Крупные партии обработанной древесины отправляются на фронт регулярно Такую поддержку получили морпехи ТОВ, десантники ВДВ, добровольцы Тигра, 5-й армии и других наших частей Запах родной приморской тайги Да, запах нашего дерева Спасибо нашим ребятам-лесопромышленникам Вот она, как говорится, уже в боевом применении Спасибо всем жителям Приморья, что поддерживают Всех военнослужащих, призванных с приморского края Помимо материалов, бойцов поддерживают все необходимые строительные техники В том числе изъяты у черных лесорубов Сейчас десятки тракторов, грузовиков и других тяжелых машин Уже помогают выполнять боевые задачи Новые партии готовятся к отправке Передовые позиции приморских бойцов мотострелкового полка В зоне СВО глава региона посетил вместе с мэром Артемом Вячеславом Куоном Главой Уссурийска Евгением Коржем Председателем ЗАГС Собрания Александром Роликом И бывшим командующим ТОВ Константином Сиденко Мотострелкам привезли партию спецоборудования И дополнительные технические средства И этой поддержки нет срока Помогали и будут помогать Такая же ситуация на гражданке Поэтому наш телеканал и провел телемост Расстояние не помеха Одни в зоне СВО, другие, а это родные, волонтеры и близкие бойцов во Владивостоке Филиалии Госфонда Защитники Отечества Родные интересовались здоровьем и самочувствием Всего ли хватает? Волонтеры хотели узнать, чем еще можно помочь нашим ребятам Такая помощь от жителей Приморья и в целом правительства Приморского края Оказывает практически ежемесячно И наше подразделение Плюс сами ребята скажут Во всяком случае По обеспечению являются одни из самых подготовленных Здесь без ложной скромности Они грамотно это используют И соответственно есть успехи и в обороне Есть успехи где-то и в наступлении Поэтому позиции держат, никто не уходит В том числе и наша малая помощь Фронту в этом тоже счастье Сладости, маскировочные сети и пауэрбанки Мелочи просят для души, а все остальное для дела Обсудили особенности сетей, они не должны блестеть А значит не все китайские материалы подходят С губернатором края обговорили моменты по оборудованию и спецтехнике Которую в этот раз доставили и передали в места дислокации наших бойцов В истории транспортной инфраструктуры Приморья такого еще не было Из Владивостока до Находки теперь можно добраться без заездов в поселки Артемовский, Штыково и Шкотово Первый участок новой трассы открыли во вторник И здесь ведь важна не сама дорога как техническое сооружение Хотя и это конечно тоже Речь про усиление транспортной составляющей По сути стратегическое направление для большой страны Расстояние от пограничных пунктов пропуска до портов юга Приморья заметно сократилось Это и будет иметь положительный эффект для экономики региона Большегрузы теперь смогут быстрее добираться до места назначения Не теряя времени в проездах по населенным пунктам Здесь же отметим возможность увеличения туристического потока в канун сезона И еще Новый участок трассы до Находки сделан по высшим стандартам дорожного строительства Проектировщики дают гарантию, что ему не потребуется капитальный ремонт Как минимум 25 лет 4 полосы движения, 8 мостовых переходов, 3 путепровода и эстакада Средняя скорость движения 110 км в час Губернатор поздравил строителей с окончанием прокладки дороги Я искренне благодарю всех работников ТСМ Транстором механизации За такую высококачественную работу За то, что днем и ночью вы работали на этой трассе Надеюсь, что оставшийся участок до Большого Камня Тоже будет сделан вовремя Пройдет все необходимые процедуры по экспертизе И вы также продолжите его делать С тем, чтобы на следующий год открыть и этот участок Далее о двух экономических мероприятиях В Петербургском международном экономическом форуме И Харбинской международной торгово-экономической ярмарке Слово «международный» здесь уже как-то по-особенному звучит Но по факту так и было На русский довоз приехали В потери российского рынка мало кто заинтересован Друзья не отвернулись, сомневающиеся Тоже смотрят в нашу сторону Центральная тема про экономический суверенитет России Но здесь суть не в обособленности А объединяя усилия С Востоком, да, ну и с Югом тоже И здесь объединенные Арабские Эмираты Главный игрок И вот тут, внимание, на Петербургском форуме А это, кстати, предвестник восточного экономического Мы показали всю свою производительную мощь А партнеры свою В итоге рукопожатия и скрепленные печатями документы Так, выходит, и без Запада сможем жить и работать Вот и Приморья про то же Так географически сложилось, что через нас в АТР легко Мы здесь можем и строить, и производить Площадь предоставим? Договоримся Вот как раз по этому поводу у приморской делегации была встреча А еще успели навести мосты с крупнейшей российской компанией По обслуживанию высокотехнологичного медицинского оборудования Но не только Что еще? Далее Ежегодный международный форум в Северной столице Это одно из крупнейших в России событий в сфере экономики и бизнеса Приморская делегация в Санкт-Петербург отправилась под руководством Председателя краевого правительства Веры Щербины Уже в первый день форума ее команда провела ряд переговоров С действующими и потенциальными экономическими партнерами Приморья Одной из самых продуктивных оказалась встреча с представителями торговых сетей Которые специализируются на продаже строительных материалов Обсуждали разные направления сотрудничества В том числе производство стройматериалов непосредственно на территории нашего края Мы сейчас ищем все ниши для того, чтобы задействовать их на территории края По производству собственной продукции Но достаточно сказать, что мы в Большом Камне реализуем крупный проект Это технопарк, в котором у нас есть крупный инвестор Технониколь по производству строительных материалов Ну вот все эти вопросы перспективные И поэтому мы будем внедрять все предложения, которые нам поступили На Питерском форуме к Приморью Как к экономическим воротам России в Азиатско-Тихоокеанский регион Проявляется огромный интерес Партнеры видят большой потенциал в крае Не только как в площадке Географически максимально близкой к необъятным азиатским рынкам Приморье может выступать и территорией, где производят собственные стройматериалы Для внутрироссийского пользования Импортозамещение – это не просто модное слово Уже 72% на рынке – это строительных материалов российского производства И, конечно же, стоит задача И Министерство промышленности Российской Федерации перед нами ставит Чтобы это соотношение увеличилось в пользу производителей Российской Федерации Форум в Санкт-Петербурге продлится до 17 июня В программе приморской делегации значится еще целая серия встреч и переговоров А также участие в заседании комиссии Государственного совета По направлениям энергетика и экономика и финансы Теперь все внимание на Харбин Здесь о сотрудничестве прицельно Причем, сами понимаете, с надежными партнерами Для нас даже отдельная сессия – Дни Приморского края И здесь мы пополно себя представили Мастер-план развития Владивостока А также проекты в сфере транспорта, логистики, строительства И не только В которые могут вложиться китайские инвесторы Отмечу, что в этом году ярмарка имеет особое значение В связи с разворотом политики нашего государства на Восток Сейчас для нашей страны Китай – ключевой партнер в работе По всем направлениям экономики И вот что можем мы, а что они нам В материале Далее За исключением поры пандемии и коронавируса Приморская делегация не пропускает Харбинскую торгово-экономическую ярмарку На протяжении многих лет Эта площадка всегда была привлекательна для нашего края И не только из-за географической близости Здесь мы презентовали широкому кругу зарубежных партнеров Свои товары и проекты Находили новые международные рынки сбыта Завязывали выгодные экономические связи И строили торговое сотрудничество На торжественной церемонии открытия 32-ю по счету Харбинской ярмарки В своем приветственном выступлении Об этом напомнил губернатор Приморья Олег Кожемека Для Приморского края участие в ярмарке Это хорошая возможность представить нашим потенциальным партнерам Ключевые проекты инвестиционного торгово-экономического сотрудничества В области развития инфраструктуры, промышленных парков, логистики, транспорта, сельского хозяйства и туризма Туризм Олег Кожемека вообще отметил как одно из важнейших направлений двусторонних отношений Он подчеркнул, что Приморье с нетерпением ждет подписания нового межправительственного соглашения О безвизовом групповом туризме Внедрение электронных виз, открытие новых авиалиний И железнодорожного пассажирского сообщения между Приморьем и КНР Причем не только с северо-восточными провинциями Леонин, Зелинь и Хелунзян Приморский край давно и успешно сотрудничает с регионами северо-востока Китая Убежден, что подключение к сотрудничеству других провинций КНР Откроет новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия между нами Открытие Приморского павильона состоялось на второй день Харбинской ярмарки в выставочном зале Хуанцы И здесь весь торгово-экономический потенциал Приморья как на ладони и в одном месте Именно здесь производители из Приморья представили на выставке широкий ассортимент товаров Мед, шоколад, мороженое, дары Тайги и море, игрушки, пиломатериалы и не только Зарубежные участники ярмарки с удовольствием дегустировали продукцию из нашего региона Особенно быстро разлетались приморские сладости И вот важные заявления Два громких проекта по укреплению экономических отношений Китая и Приморья Их озвучил Олег Кожемяка Первый – это создание в крае до конца текущего года новой территории опережающего развития Она будет международной и на нее будет распространяться не только российское, но и зарубежное законодательство А резидентами новой ТОР смогут стать не только компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию Олег Кожемяка предложил китайским деловым кругам воспользоваться многочисленными льготами Которые международная территория опережающего развития представит иностранным предпринимателям И второй проект, о котором сообщил глава региона – это открытие в Харбине приморского бизнес-представительства Сейчас прервемся на небольшую рекламу Не переключайтесь И вот о чем мы расскажем во второй части выводов 10 сентября – день выборов губернатора Приморья Нюансы избирательной кампании Расскажем Июньский циклон Как регион помог Владивостоку устранить последствия Про родину, труд и воспитание молодого поколения – честное интервью одного приморца